Девушки отдыхают После ДТП водитель 14-й сам не сможет выбраться из машины. Его будут вытаскивать спасатели. С подозрением на перелом ребер шофера отвезут в больницу. Там же возьмут кровь в наличии алкоголя. Впрочем, очевидцы уверяют, что в этом случае и без теста все было понятно. Врачами были взяты необходимые анализы, на основании которых на данном молодой человеке сейчас состоится административный протокол за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Этой же ночью водитель 14-й сбежит из больницы. На следующий день полицейские найдут его в собственной квартире. Родственники закрывают от камеры лицо мужчины. Говорят, он не виноват. В отделении ГИБДД нарушитель ведет себя достаточно скромно. Отрицает, что пил алкоголь, отказывается объяснять, зачем несся за предельной скоростью по ночному городу. Я очень жалею, что я сделал. Очень сильно жалею. Больше мне сказать нечем. Я больше ничего не буду говорить. Я очень сожалею, что я говорил. Поэтому есть оправдание, девушка? Я думаю, нет. Погиб человек. А вы здесь концерт устраиваете? У задержанного полицейские найдут еще несколько грешков. Только за прошлый год у него 6 штрафов за превышение скорости. В Самарском машиностроительном колледже сегодня траур. Внезапно на стене появился некролог студента 4-го курса Диму Дмитриева. Насмерть сбила машина. Друзья и преподаватели в один голос говорят. Золотой был мальчишка с руками. Никогда не отказывал, был душой компании и хотел открыть свое дело. Диму похоронят в среду на его родине, в селе Большой Алдаркино. И никакой правы на пьяницы, я так понимаю, нет. Потому что говорят о том, что люди по 2-3 раза лишаются прав. Их штрафуют. Они даже отсидят там 15 суток. И все равно они на дорогах. Даже ездят без прав и все время в пьяном виде. Но это надо принимать какие-то меры. И срочные.